Глава называется Хайей Сара, Жизнь Сары. Вы помните, что слово Хай, Жизнь, да, множество. Хаим, да, а здесь Хайей Сара, то есть Жизни Сары. У каждого человека, по крайней мере, есть две жизни, да? Как насчет кошек, не знаю, там у них девять жизней, а у человека две жизни есть, здесь и где? В предыдущем мире, да? Хорошо. Поэтому есть Жизнь, она идет Хайем, Маем, в двойственном числе. Итак, Жизнь Сары. Но здесь Глава скорее будет говорить о смерти Сары, правда? Ваиху Хайей Сара, Мея Шана, Ваэсрим Шана, Ваэшева Шаним, Шаней Хайей Сара. И жила Сара сто лет, и двадцать лет, и семь лет. И это годы жизни Сары. И умерла Сара, да? Ваэ Амот Сара, Бе Кирья Тарба, Эхеврон, Бе Ариц Кнаан, Ваэво Авраам. Так, и умерла Сара, Кирья Тарбем, Эхеврон в стране Ханаан. И пришел Авраам, да? И чтобы исправить Тараур по Саре и оплакать ее. И дальше рассказывается, как у Хету покупал Авраам землю. Так что, видите, эта глава говорит не о жизни Сары, а о чем? О смерти Сары. Но для того, чтобы правильнее понять эту причину, почему сразу после 22 главы, да, 23 глава, с начала главы по 25 главу, 18 стих. Это глава недельная. Нам нужно немножко, опять-таки, войти к концу предыдущей главы. Итак, давайте посмотрим 22 глава, да? И когда произошла замена Ицхака на Ягненка, да? 14 стих, 22 главы. И нарек Авраам имя месту сему Бог усмотрит. Как будет? Ашем и Ре. Ашем и Ре. Бог усмотрит. Они не говорят, на этой горе открывается Бог. Вот интересно, что ключевые слова начала главы, да? Открылся Бог Аврааму, и здесь на этой горе открывается Бог. И когда говорят, что на этой горе усмотрит, то мы потом позднее будем говорить, что когда евреи входили в Эрис-Кнаан, которая потом стала называться Эрис-Израэль, они должны были установить шатер скини, где? Там, где Бог усмотрит. То есть, практически, это оказалось, да, на горе. Но не сразу он попал, правда, на эту гору. Он еще находился в некоторых других местах. Вот. Но все равно храм был построен именно на этой горе. И говорят, что эта гора была первоначально сотворена до основания мира, да? И на этой горе принес свою жертву, еще говорят, Каин и Авель, помните? Авель принес свою жертву. На этой горе была принесена жертва Авраама, седьмой жертвенник. И на этой горе находился храм. И дальше вот интересным говорится. Бог говорит, клянусь собою. То есть, помните, Бог, это самая высшая клятва, клянусь собою. Еще тоже о себе говорил, что я свидетельствую о себе сам, да? А ему говорили, твое свидетельство не истинное. Конечно, если человек свидетельствует о себе сам, то нет. Но если Бог о себе свидетельствует, то высшего свидетельства и высшей клятвы, что? Не бывает, да. И так как ты совершил это дело и не щадил из твоего сына, твоего единственного, то я благословлять буду тебя, весьма умножу потомство твое, как звезды неба, как песок на берегу моря, и овладеет потомство твое вратами своих врагов, у вас городами, да? Это просто смысловой перевод. И благословляться будут потомством твоим все народы земли за то, что слушался меня. Потомством в единственном числе. Помните? За то, что слушался меня. И возвратился Авраам к отрокам своим. И встали они и пошли вместе в Беершеву. И остался Авраам в Беершеве. Вот интересно, смотрите. Во-первых, здесь уже говорится о семени, об обетовании семени. А также, с чем это похоже? То, что говорил о Ишуа, о церкви, да? Это можно сказать обетование церкви. Врага, врата ада, что? Не одолеет ее. Но интересно, что здесь обетование церкви дается не современной церкви, а церкви будущей. Заметили? Ишуа, когда говорит, я создал свою церковь, и что? Врага ада не одолеет ее. Врата, помните, мы говорили, там самое мудрецы стояли, правительство, то есть самое адское правительство не одолеет церковь. Но это какая позиция церкви? Оборонительная позиция церкви. Да, ну вы знаете, что никто оборонительными методами войну не выигрывал. Здесь же говорится о церкви побеждающей, да? Они победят твои потомки. Потомки имеются в виду, вы сами понимаете, не только евреи, которые сейчас, да? Живут, сколько там евреев? Ну, где-то полтора десятка миллионов, да? Ну, восемнадцать миллионов, там больше и меньше. Говорят, если бы евреев не истребляли, то их бы уже где-то было пятьсот миллионов. Ну, так как евреев истребляли, то они столько, как звезд на небе. Но если говорить, что мы все дети Авраама, да, и верующие, и это церковь, я верю в это, то здесь уже говорится о наступательной позиции. То есть церковь одолеет врата ада, да? Церковь одолеет врата ада. Это очень важное обетование. Но дальше интересно говорится. Возвратился от Авраам к отрокам своим. А куда же делся Исаак? Здесь он опять на землю пришел? Да, Бог принял его жертву, да? Но вот интересно, почему-то возвратился Авраам к отрокам своим. Кстати, видите, опять-таки, отроки. Что он там брал компанию ребятишек? С гискзотеки семнадцатилетних, да? Значит, слово отрок, это будет наар. Наар. Отрок. Наар. И это не имеется в виду отрок в том смысле, как он наар. Да? Множество. На-а-рим. На-а-рим. Видите, это не говорится об таких отроках, которым там по семнадцать лет, по пятнадцать лет. А здесь говорится о людях-слугах. Или, может быть, соратники. То есть, ну, люди, не имеющие статуса самостоятельного. То есть, как говорят, ну, сейчас какое-нибудь общество, да, образуется. Общество с ограниченной ответственностью, да? Слышали такое выражение? То есть, ответственность за них нес Авраам. И до тех пор, пока не был женат Ицхак, он, Боже, был человеком с ограниченной ответственностью. Возможно, это моя такая мысль. Такая, что Ицхак после этого уже стал настоящим, как говорится, мужчиной, да, ответственным. Поэтому он уже в числе отроков не упоминается. Но странно, почему же он вернулся, похоже, что без Ицхака. Дальше говорится о родословных родственниках Авраама, потому что нам нужно узнать, кто же такая была Ривка, да, и почему, да, именно к ней приехали. Туда, да, поэтому говорится о том, что сообщено Аврааму, что Милька тоже родила, да, на Хору, брату твоему, уцеперенца его, и Буза, брата его, который бузил, да, и Кмуэлен родоначальника, Арама, и Кеседа, и Хазо, и Гильдаша, и Ильдафа, и Бетуэля. Вот этот самый Бетуэль, да, он родил Ривку, и этих восьмерих родила Милька на Хору, брату Авраама. Итак, какому Аврааму приходилось? Да, внучатой племяннице. Ривка приходилась Аврааму, внучатой племяннице, да, а если говорить об Ицхаку, то получается двоюродной сестрой, да. И наложница же ее имя, которое Ривма, родила также Тебаха, Тахама, Тахаша и Мааху. Хорошо. Дальше говорится о Саре. Было жизни Сары 127 лет, это годы жизни Сары. И Сара умерла, когда сколько лет было Ицхаку? Если Сара родила его в 90 лет и умерла в 127, 37 лет. Вот меня спрашивали, откуда было, мы знаем, что около 40 лет, да? Да, получается, что было около 40 лет, да, 37, потому что женился он, уже ему было 40. То есть, ну, пока туда-сюда свадьба, караваны ходили. Значит, три года прошло, вы сами понимаете. В те времена не так быстро это делалось, интернета не было, запрос нельзя было послать быстро. И вот, как говорит еврейская традиция, что именно смерть Сары пришлась как раз после вот этого Акидат Ицхак. Почему? Я еще раз говорю, что это не сказано Толе, но это Медраш, то есть рассуждение. Медраш рассказывает, что уходя с сыном в горе Мория, чтобы принести там Ицхака в жертву, Авраам, не желая причинить боль жене, сказал, что уходит Ицхака в Ешиву, Шема и Эвера. Шем в это время был жив еще. Шем кто был? Основатель семитов, да? Сим. Сим, да. И говорят, что Шем это тот самый Мелхаседек, да, которым говорится в предыдущих главах. Я просто пропустил про Мелхаседека, я все же не могу вам рассказать, правда? Итак, Сара согласилась, но на сердце у нее было тревожно. Она нарядила Ицхака лучшие одежды, перекопила к ее тюрбаду дорогой камень и пошла проводить его путь. Расставаясь с сыном, она зарыдала, и рыдала так горько и безутешно, что никто из присутствующих не мог сдержать слез. Все плакали вместе с ней, и Авраам, и Ицхак, и сопровождающие их слуги. Она держала Ицхака обеими руками и причитала, кто знает, увижу ли я тебя еще. Через несколько дней некто сообщил Саре, что Авраам убил Ицхака. В ужасе Сара бросилась бежать из Бер-Шевы на север, куда раньше ушли муж и сын. Дойдя до Хеврона, она узнала, что недобрая вещь была ложной, Ицхак жив, и это радостное известие оказалось для нее губительным. Сердце матери не выдержало, и тогда ей было 127 лет. Вернувшись в Бер-Шеву и не дойдя там Сары, Авраам и Ицхак пошли по их следам и нашли ее в Хевроне бездыханной. И именно по этой причине Махпела, пещера, она находится неподалеку от какого города? От города? Хеврон. И тогда поднялся Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым следующее. «Пришелец и поселенец я у вас, дайте мне участок для погребения среди вас, я похороню мою умершую». И согласно Медоршу, говоря Хетам, населявши тогда Хеврон, «Пришелец и поселенец я у вас», Авраам намекнул, что если они согласятся уделить ему земельный участок, то он будет уже не пришелец, а кто будет? Законный поселенец. Если же не дадут, он возьмет без их согласия. И тогда один из Хетов, царь, да, Эфрон, по владениям, на котором походилась пещера, начали сделать красивый жест, он предложил Аврааму ее даром. А когда Авраам наставил на цене, так вот дружески запросил через целых четыре сотни серебряных шекелей. Это довольно была солидная сумма, да, 400 шекелей. Если за Иосифа дали 20 шекелей, то можете посчитать, сколько рабов можно было купить на эту сумму. Сумма весьма солидная, так что он не постеснялся. И это было первое приобретение, да, Маарат-ха-Махпела, пещера Махпела. Там похоронена Сара, а позже Рьюка и Лея. А Рахель где похоронена? Помните? В другом месте, да? Она как раз по дороге была. Возле дороги, поэтому сказал Рахель плачет о своих детях. И это не напрасно было сделано, потому что как раз по этой дороге гнали позднее уже, через сотни лет, евреев в Вавилонию. Плачет о своих детях. И помните, это же связывается с событиями, происшедших в Бетляхиме, да? Избиение младенцев. То есть это было неподалеку от Бетляхима. То есть вот такая вот интересная история. Ну, можно немножко поговорить о Саре. Видите, Сара очень интересная личность. Помните, сначала она как бы называлась Сарай? Сверливая, да? А потом Бог изменил имя. Мы тут на первом уроке сегодня разбирали. Как Он изменил имя? Стала она княгиня или даже служительница. Потому что Сар соответствует министр теперешнего, да? А министры – это служение. Если мы говорим Мелех – это царь, как вождь, как дюк, как фюрер, да? То, если говорим Сар, то говорим в том смысле князь, как служитель. И она стала служительницей. Она стала домоустроительницей. А домоустроительница по-гречески Татьяна, да? Поэтому, если кто из вас, Татьяна, может вполне себя именовать царой. Хорошо. Итак, видите, интересно, что царь был равноценным партнером с Авраамом. И божественное присутствие благодаря этому становилось явленным людям. И даже из злодеев Содома Авраам пытался спасти от заслуженной кары. Авраам был убежденным интернационалистом, да? Его сердце болело не только за евреев и не только за свое племя, но что? За всех людей. И у Сары было такое же любящее сердце, да? Только Авраам проповедовал кому? Мужчинам. А Сара кому? Ну, с женщинам. Но, когда случилось, что Исмаил и Агар, они начали вести себя плохо и начали разрушать семейный дом, семейный шалом, да? То тогда она потребовала издать Исмаиля из дома. И хотя бы странно. С одной стороны, это можно объяснить природной неприязательностью женщины к поводчим детям мужа. Но, с другой стороны, с этим согласился сам Всевышний. И это мы видим, что Сара, она имела предвидение от Бога, да? И часто евреи, живя в одних семьях с неевреями, они что имеют? Большие сурисы, да? Это не значит, что евреи вообще должны отделяться как чистая раса. Но вот это как раз показывает такие проблемы еврейских семей. И в Таламудическом трактате рассказывается, что раб Иосиф во время одной из своих встреч, как бы, с пророком Ильягу спросил, «Почему при сотворении первой женщины сказано, что она призначена на помощь Адаму?» Пророк ответил, «Мужчина приносит дом пшеницу. Жьет ли он зерна? Приносит он лен? Надевает ли он стебли? Значит, жена просветляет его глаза и ставит его на ноги». Как хорошо сказано, да? Жена просветляет его глаза, потому что когда человек голодный, у него мутно в глазах, и он вчера шел, так чуть не откинул копыта. Но, да слава Богу, не дождайтесь, добрался сюда. И так просветляет его глаза и, видите, ставит его на ноги. То есть, говорится о разделении функций мужчины и женщины. Мужчина инициативен, он начинает доброе дело, но женщине дано развить его начинание, обработать плоды его трудов, сделать его приходным к употреблению. Мужчина мыслит глобально, часто в отрыве от реальности. Мужчины, как правило, фантазеры. Вы знаете, я вам скажу, что мужчины, они все остаются детьми. А женщины за много раньше взрослеют, да, и остаются взрослыми. И женщина глубже выникает всякие подробности, связанные непосредственно с действиями. И поэтому Талмуд советует мужчине, Если жена твоя низкорослая, то нагнись и выслушай ее. Вот такова была жизнь Сары. И последние 37 лет это были, пожалуй, самые счастливые годы ее жизни, потому что она жила, у нее был сын, и сын обетования, и было будущее. Говорят также, что шатер Сары покрывало облако славы. Вот такое же облако славы, которое покрывало, да, шахины, шатер, откровения. А после смерти облако перестало покрывать. Пока Сара была жива, двери дома Аврааму были распахнуты настиж, а когда она умерла, двери перестали открываться. И смерть Сары не только сказалась на атмосфере дома, но тяжело отразилась на состоянии самого Авраама. Бедраж Танхома говорит, когда умерла Сара, Авраам сразу составился. И вот что интересно, что еврейская мудрость говорит, что все самое лучшее от кого? От женщины. Все самое лучшее от женщины. Ибо сказано, уверена в ней сердце ее супруга, в добре убытка не будет. Кто найдет идеальную жену, куда драгоцене жемчужин. Правда? Уделено в ней сердце супруга, в добре убытка не будет. Это значит, что если жена станет идеальной, все, что она предпримет, будет разумно и по правде. И тогда она будет уверена в ней сердце супруга, и он полюбит ее. И в добре убытка не будет, потому что Всевышний уготовит им богатство и славу. Но если, не дай Бог, дела обстоят наоборот, и они ненавидят друг друга, то об этом говорится, их сердца в росте теперь виноваты. Счастлив тот, кто удостоился иметь идеальную жену. Ибо ранее все будут ему воздавать честь и славу. Словно, возложили ему на голову корону. И, как говорится, идеальная жена – венец своего супруга. Супруга, да? Ну, у нас это переведено «достойная», «достойная», «хаяль». 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 Видите, слово «солдат» тоже «хаяль» – «достойный», «хаяль» – это «достойная». Вот видите, и еще говорят, что влияние матери на потомство гораздо сильнее, чем влияние отца. Вот поэтому Всевышний сказал Аврааму во всем, что сказала себе Сара, слушайся ее. А потом вместо Сары шатер пришла Ривка. И сказано, и ввел ее Ицхак в шатер Сары, матери его. И все добрые качества, которые отличаются от Сары, были у Ривки. Она удостоилась жить в этом шатре. Если говорить об этой недельной главе, то можно было сказать, скорее, не жизнь Сары, да, а женитьба. Кого? А женитьба Ицхака. И вот интересно, что говорится об Аврааме. Бытие 24 глава, 1 стих. Авраам был уже стар в летах преклонных, и Господь благословил Авраама всем. В Торе нет никаких лишних слов, да? Если, говорится, был стар и пришел в лета, значит, здесь говорится о чем-то определенном, да? Не просто он стар и прожил много лет. И, по мнению мудрецов, слово Закен, старый, Закен, да? Закан, это что? Борода. Закен, бородатый. Да, помните, Аксакал. Аксакал. Ихшсахель есть, соответствующее слово. Да, мудрый. Мудрый муж, да? То есть, какой бородой? Белой бородой. Вот, я тут ее немножко подстригаю. Авраама, наверное, подлиннее борода была, правда? Дело не в бороде, а дело в той мудрости, которая дает прожитые воды, да? Потому что вот у нас такое вот неуважение в том смысле, что молодые не уважают старость. И когда сами доживают до старости, они пожинают то же самое от своих потомков, правда? И еще в большей степени, и каждый разом еще хуже. И сказано, перед сединой вставай, да? Вот это заповедь вставать в автобусы, она еще идет от Торы. От Торы. Кстати, в Японии нигде нет такой традиции, чтобы вставать перед пожилыми людьми. Просто до них эта традиция не дошла, наверное. И старейшина называется закиним, то есть бородатый. И этим самым подчеркивается мудрость. А второе выражение, да? В летах преклонных, значит, ба, ба ямим. Итак, что ямим – это дни. Ба – пришедшие в дни, да? Пришедшие дни или пришедшие в лета. И это показывает другой аспект долголетия. Это деятельную полноту прожитой жизни. Не только мудрость, да? Но и дела, которые совершал Авраам. Поэтому ба, ба ямим – это все те дела, которые он совершил в дни своей жизни. И пришедшим в дни Торы называется человеком, который каждый день своей жизни был полон исполнения заповедей и совершения добрых дел. И мы видим, что мудрость и добрые дела, они идут вместе. И никогда, если кто-то ересь такую будет вам говорить, что добрые дела и благодать – это совершенно разные вещи, да? Не верьте таким людям. Потому что благодать помогает нам делать добрые дела. А если наше сердце лукавое, конечно, мы можем манипулировать и благодатью, и чем хотим. Но у Бога совершенно другой взгляд на эти вещи. Поэтому не принято в иврите говорить о человеке, что он старый, да? Яшан. Яшан, значит, можно сказать об этом столе. Да? Шульхан – Яшан. Старый стол. И, кстати, видите, яшан. Яшан имеет сходство со словом «ёшан» – спать. Вадим Шефнер, мой любимый поэт, писал так. «Сказал я старику преклонных лет, ты много спишь, сонолюбивый дед. И мне сказал, потягиваясь он, я тренируюсь, близок вечный сон». Итак, Яшан – это такой старик, который что? Ветхий. Который уже отжил свою жизнь. И признает сам себе, что он старик. Ну, скажите, если мы будем исповедовать, что мы никчемы, что мы старики, и что наша жизнь никому не нужна, то мы такими и будем, правда? Либо мы будем говорить «закэн». Интересно, что в иврите слово «закэн» может относиться и к мужскому, и к женскому полу. То есть, женщина может быть «закэна», пожилая. То есть, буквально, получается, бородатая. Хотя, естественно, бородатая же, ну, бывают, конечно, и такие. Но это все-таки нечто не то. Но, видите, мы говорим «пожилой», значит, какой он? Он богатый, да, богатый опытом и пришедший в годы, пришедший в дни. То есть, это полноценная жизнь. И мы помним, что Авраам до последнего дня своей жизни, да, он жил полноценной жизнью. Теперь мы поговорим немножко о «женитьбы по расчету» и «женитьбы по любви». Как правильно? Как вы думаете, правильно? У нас все говорят, что жениться надо по любви, да? Ну, любовь такая вещь, если это любовь эмоциональная, сексуальная, она проходит. А расчет, если он правильный, да? Еврейская мудрость говорит, что «женитьбы по расчету» – очень хорошая вещь, если расчет правильный, да? Вот. Так что, видите, в чем мудрость проявляется от хитрости? Хитрость рассчитывают на один-два шага. Вот я выйду замуж за богатого, и все будет нормально у меня, да? А потом изникают различные проблемы. А другой расчет говорит, что «вот я выйду замуж за этого человека, он не богат, но я вижу в нем большой потенциал, и я ему помогу, да? И мы вместе будем идти к высшему, да? Это расчет правильный. У Бога какой расчет? Бог видит жизнь шахматной партии, да? Все, наша жизнь – игра, и это соответствует тому. Но Бог видит эту шахматную партию и говорит, тебе через пять шагов будет мат, да? А другой крутит, хитрит и не знает этого. Вот это Божья мудрость. И вот интересно, что, видите, хотя было много девушек красивых вокруг, но Авраам послал, да, своего слугу или зера в определенное место, да? В определенное место. Хорошо. И Авраам начал свой поиск среди сотен своих учеников, так говорит Медраж, и домочадцев. Было у него, ну, по крайней мере, 400 или 600 человек у него было, да? Раз он 400 воинов только брал. Были там и женщины среди них? Вполне. Но он не мог найти ни одной женщине, подходящей для Ицхака. На второй этап он бросил пристальный взгляд на союзников Авраама. Это, если посмотреть Берешит, 14 глава, 13 стих, это были Анер, Эшколь и Мамры. Но в этих семействах он тоже не нашел. И тогда он приказывает своему слуге Ильизеру, не выбирай для сына моего из дочерей Хананеев, среди которых я живу. И хотя эти союзники Авраама, Анер, Эшколь и Мамры были сегодня на личном уровне полнедостойными людьми, на их дочерях не следовало жениться. Ибо они явно не были способны разделить с Авраамом ответственность за будущее создание избранного народа. Очень интересный личность и характер Ильизера. Смотрите, он настолько был близок Аврааму, что Авраам даже хотел сделать его своим наследником. Если мы говорим, что он был раб Авраама, то не думайте, что Ильизер ходил с железным мошенником и на цепочки. Раб, значит, служитель в данном случае, да, он был служащим. Да, и Авраам полностью полагался на него. И интересно, что даже Ильизер мог претендовать, оказывается, на наследство. Ну, мы бы сейчас сказали так, что это был воспитанник Авраама, или, если в христианской традиции, крестик, да, крестик. Он его взял, да, привел к Богу, да, и даже указывал как своего наследника. Это Бытие 14, дробь 3. Талмуд описывает так, Ильизер, слуга Авраама, был усидчивым в учении. Он воспринимал Тору своего хозяина и передавал ее другим. Он управлял всем домом Авраама, и даже обликом и характером был подобен ему. И само имя Ильизер означает «мой Бог, мой помощник». И это значение в греческом языке переводится как «параклетос». А когда говорится «параклетос», о ком еще говорят? Помните? Учешите. О духе святом. Поэтому в каком-то степени можно Ильизера представить как прообраз кого? Духа святого. Утешители, да, видите? Пара около «клетос» – это самое, как русская клеть, то есть управляющее имение, а также ходатай, защитник, заступник и адвокат. И греческое слово включает все перечисленные оттенки значений. И все это в Новом Завете является атрибутами Святого Духа. Но, несмотря на это, не будет он наследником твоим, но будет тебе наследовать тот, кто выйдет из чресла своих. Говорится в бытие. Берешит, 15 глава, 4 стих. И вот интересно, когда Ильизер пришел в Харан, Ильизер сидел и прикидывал, достойно ли дочь хозяина этого имения стать женой Ицхака. И сказал, если захочет другая женщина идти в Ханаан, намекая при этом, то я дам Ицхаку жены свою дочь. Вот интересно, да? Оказывается, Ильизер имел дочь, которую сватал тоже за сына Авраама. Но Авраам заставил его поклясться, что так не произойдет. Помните? Куда он руку положил? А что такое стегно? На половой орган Авраама он положил руку. И половой орган Авраама был обрезан, да? Помните? Это такая клятва, которая сейчас, конечно, не употребляется. Но в те времена это была очень сильная клятва. Потому что, во-первых, это продолжение рода, да? А во-вторых, обрезание. О чем говорит? О посвящении Богу. Хорошо. И поэтому он должен был пойти. И пойти к кому? К Бетуэлю. А Бетуэль, как переводится? Дом Божий. А само имя Ривка, упряжка. От глагола Равак привязывать. А если перевести как анаграмму, получится Кэ-Рова. Равак. Кэ-Рова. Да. Кэ-Рова это не корова, а близкое, приближенное. Ка-Ров, да? Глагол означает приближать. Приближаться. Итак, имя отца ее означает Бетуэль, то есть Дом Божий. Мать ее была Малка, Царица. А звали дочку. Получается, дочь Царицы из Дома Божьего. И она же приближенная. И она же привязанная. Да? И она же привязанная. И применил определенный тест Элизер. Он не просто так. Выйду я и посмотрю, какая мне девушка понравится. Сейчас устрою конкурс красоты. А ну-ка, девушки, а ну, красавица. Да? Красота для Элизера не была главной. Хотя и красота там тоже присутствовала. Но очень интересный тест. Если случится девушка, которой я скажу, наклони кувшин твой, и я напьюсь. То есть потребую самых простых вещей. Скажет, пей, я верблюдов твоих напою. То есть она сделает намного больше. Понимаете, что напоить верблюдов – это работа. А дать кувшин вина или кувшин воды – это что? Знака, да? А верблюдов напоить – это уже гмилот хэсет. Изучали мы это? Хорошо. И вы сами знаете, сколько пьют верблюды, правда? Нет? Ну, до 50 литров воды-то может он выпить, по-моему. Нет, за один раз, а потом через две недели опять. Да. Да, и там было около 10 верблюдов. По крайней мере, на 10 верблюдах были всякие приданные, да? Находилось. А там, может, у него еще были дополнительные верблюды. Хорошо. И Элизер, слуга Авраама, прибыл в Арам-на-Гарим, то есть местность, которая называется Харан, и отправился к колодцу. И под вечер, ко времени выхода девушек за водой. Пусть девица, которой я скажу наклоннику в шин свой, и она пьюсь, ответит – пей, я верблюдов своих напою, будет той, которой определил ты слуге своему Исаку. Итак, я узнаю, что ты сделал, милость своему господину. Видите, очень интересно, на то, как Самуил выбирал царя. Первый царь в Израиле, он был очень красивый внешне, да? Но внутренность его оказалась какой? Весьма подпорченной, правда? А второй царь выбирался. И тогда, первое царство, 16, дробь 7, Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отрену его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. И вот в Библии мы видим два разных супружеских союза. Это по любви – Яков и Рахель, и по расчету – Исхак и Ривка. Давайте посмотрим этапы сватовства или выбора супруги. Чему это может нас научить, да? Делайте по заголовкам. Этапы сватовства или выбора супруги. Итак, прежде всего, нужно всматриваться в женщину, в свою или там, в своего супруга будущего, или в кого? Прежде всего, надо смотреться в самого себя. Да? Итак, первое. Глядывайся в себя. Первое. Один дробь один. Знать волю Божию и Божий план для твоего супружества. И для этого иметь желательно личное откровение у Господа. Потому что мы сильно спешим. И часто Бог приготовил нам лучшее в будущее, вместо хорошего, сейчас и сразу. Нужно личное откровение от Бога, а не посредничество пророков. Есть многие пророки, которые являются сводниками. И такие пророки, как они называются? Лже-пророками. Если кто-то тебе говорит, что вот такая-то, такая-то предназначена тебе, еврейская мудрость говорит, что сто процентов, что это какой пророк? Лже-пророк. Потому что только личное твое откровение, личное твое понимание надо учитывать. И даже если родители говорят, да, женись или не женись, они могут что только сделать? Посоветоваться, да? Но выбор, это кто должен сделать ты обязательно. Потому что прилепится эта жена и будет твоей плотью, да? И муж прилепится, будет твоей плотью. Хорошо. Дальше что нужно? Значит, определить, что является твоим личным мотивом. Может быть, это просто поиск какого-то сексуального партнера, сексуального удовлетворения или желания материального благополучия. И при этом надо учитывать, что любовь не забирает. А что делает? Дает. И, вглядываясь в себя, первый этап мы говорили, что вглядываться? В себя. Вглядываясь в себя, и надо думать не о том, что ты получишь, а о том, что ты можешь дать. Второе. Присмотрись к своему будущему супругу. Вот здесь нужно определить, какие ты качества хочешь иметь у будущего супруга. И причем учитывать надо, что это на всю жизнь. Знаете, я зато люблю Ивана, что головушка кудрява, да? А потом Иван облысеет. И начнутся проблемы. Да. Поэтому надо смотреть в перспективу. Еще важный вопрос. Обратить внимание обязательно на семью твоего будущего супруга. Если ты хочешь знать, какой будет твоя жена через 20 лет, второе, это уже присматриваться к супругу. Если ты хочешь знать, как твоя жена будет выглядеть через 20 лет, посмотри на свою тещу. Правда? Хорошо. Надо определить, действительно, это дружная, крепкая семья. Вот часто в той семье, где женщины разводятся, и, как правило, их дочери что? Тоже разводятся. Но это не закон, но надо это учитывать. Это надо учитывать. Это не закон, но это система. Очень важна репутация этих людей. И некоторые говорят, ну вот я возьму какую-то жену там, ну, с какого-то такого места и подниму его до своего уровня. Это ложное заявление. Скорее, ты скатишься до ее уровня, да, чем ты поднимешь ее. Поэтому надо брать женщину из какой семьи? Из достойной семьи. Это очень важно. Если не достойной, молитесь и думайте. Если у вас действительно есть силы это сделать, но это будет очень трудно и будут проблемы. Надо быть готовым к проблемам. Хорошо. Знаете, обязательно проверить наследственные болезни. В том числе и наследственный алкоголизм, наркомания и так далее. Наследственные. Да, вот поэтому, когда Иисус все это сказал своим ученикам, они сказали, что это лучше вообще и не жениться. Но я вам это рассказываю. Еще у нас несколько минут буквально. И просить у Бога знания и понимания. А дальше говорится о знакомстве. И знакомство это и не есть проба на сексуальность и физиологическую совместимость. Правда? Это возможность узнать другого в общении. Прежде всего в общении. Но еврейская традиция строго избегает оставаться в интимной обстановке. Ни в каком мере нельзя скомпрометировать себя или твоего возможного партнера по жизни. Четвертый момент. Знакомство с семьей. Часто молодые люди пренебрегают это и получают в тещи или в тесте не друга, а кого? Врага. Это, видите, сделал и Елизер. И когда он уже познакомился с ними, и они благословили Ривку и сказали ей. Сестра наша, достанешь ты мириадами тысяч и довладеет потомство твое городами врагов твоих. Береши 24,60. Интересно, смотрите, что они не знали пророчество, которое дал Бог Аврааму, да? Но они как благословили? Так же самое благословили. Береши 24,60. Я из еврейского гиля даю, может у вас это по-другому. И что будут десятки миллионов, буквально. Алфей Реваве. Десятки миллионов. Дальше встреча и свадьба, да? Встреча и свадьба, помолка, желательность благословения от родителей. И потом они уже знакомятся и живут всю оставшуюся жизнь. Итак, видите, порядок какой? Желание отца, правильный выбор, знакомство с родителями, помолка, знакомство общения новобрачных, свадьба, полюбила, супружеские отношения и вечная верность. А в миру другой порядок. Полюбили, вступили в сексуальную связь, поженились, поставили в известность родителей, возможно. Да, поссорились и развились. Хорошо. Перерыв. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...